И все, привет, ребят! С вами Старванька, я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему любимейшему аккаунту. Без доната. Одного бронца до легенды на Страйкере. У нас уже полковник, уже летим. Просто я не знаю на чем. У нас уже 13 серия. Давно у нас не было видоса, связанного с этим замечательным аккаунтом. Даже уже начали спрашивать, а когда он будет? Когда будет видос? Почему так редко выходит? Но пока у нас нету прям супер-мега-крутых каких-то действий на аккаунте. Ну и я не вижу смысла, наверное, записывать очень и очень часто видосы по нему. Поэтому был у нас такой небольшой перерывчик, за который мы сумели чуть-чуть подформить кристаллов. Чуть-чуть подформить званочки. Мы уже полковник. Но пока что на этом звании у нас еще ничего в гараже не открывается. Открываться следующая модификация вроде как Страйкера будет на Бригадире. То есть на следующем звании. Но до Бригадира надо еще дойти. Сегодня по целям, конечно же, открыть контейнеры. Я прямо сейчас открыл предыдущий видос, а именно 12-ю часть. На ней набрано 195 лайков. Безумная благодарность вам за такое большое количество лайков. Это значит, что мы сегодня откроем целых 20 контейнеров. И выполним все заданки, которые у нас есть на сегодняшний день на этом аккаунте. Также вы знаете, что сейчас у нас имеется ивент с мини-игрой хэллоуинской. И на нее нужны конфеты, которые даются с заданочек. Я тоже заданочки выполняю. Соответственно, конфеты мы формим. А когда у нас будет уже ближе к концу этого хэллоуинского ивента с мини-игрой, я думаю, что тогда мы все эти конфеты, которые я сумею накопить за выполнение заданок, сразу же откроем и посмотрим, на сколько ходов мы сможем полететь. Так что в этом плане как-то так. Открывать там каждый раз я не вижу смысла по одному ходу делать. Начинаем с контейнеров. Открываем 20-шечку. Ну и не забываем, друзья, что каждые 10 лайков это все так же открытие одного контейнера. Поехали. По одному 20-ху 3500. Нам, конечно же, кристаллы никогда не помешают. Есть также ускорение. Есть десяточка сюда. Аптечки тоже неплохо. Синяя кольчуга, но это нам, конечно, не надо. Синяя Италия, это нам тоже не надо. Синяя рельса стабилизации снаряда тоже не надо. 10 тысяч кристаллов. ДДшечки. Нетрушечка. Эминочки. Хантер. Иммунитет от заморозочки. А сколько у нас было контов? Вроде было 33, если я не ошибаюсь. Должно остаться, значит, 13. Фиолет. Иммунитет от пробития. Хорош. Иммунитет от пробития только на Крусейдер. Был бы он на Диктатор, было бы супер. Ускорение. Неплохо. ДДшки. Дидички. 10 тысяч кристаллов. повышенная защитка и еще повышенная защитка остается 14 и пластецкий контейнер если я все правильно посчитал то все именно так да и это мин очки если я вдруг неправильно посчитал в комментариях сразу пишите что я должен конты и мы их в следующем видосе откроем но вроде как было 33 если я не ошибся также у нас друзья сегодня стартовал новый челлендж который мы также пройдем соточку мы свою заработаем и нам останется всего лишь два челленджа оба дойти до третьего резиста на этом аккаунте у нас уже будет третий рез единственное ну ладно когда уже там будет ближе к нему надо будет определяться какой же мы все-таки будем резист брать пока что у нас кристаллы копятся тратить я не знаю на что их да у меня фуловый уже брут точно я буду покупать бустер когда он откроется надо бустера надо еще два звания поднять поэтому отправляемся сегодня в бой постараемся быстро все за одну катку выполнить но чтобы выполнить за одну катку мне нужно поднять целых 2000 кристаллов по режимам 2000 кристаллов где мне проще поднять ну давайте наверное тдм попробуем не шанс что мне кинет примерно к своим званием это может быть небольшая карта и сейчас у нас тдм как вы знаете на 200 киллов так же сам остается 15 минутные бои есть вполне реальные шансы заработать за каточку 2000 кристаллов поэтому стараемся пробуем если все получается то будет супер закидывает на очень хорошую карту одна из моих самых любимых карт в игре на протяжении уже очень длительного периода времени считать средней дальности такие карты не совсем маленькие не совсем большие трибьют это просто супер бомбическое вообще в один период времени безумно большое количество времени играл исключительно на этой карте руша у меня в ней этой карте была определенная эмпатия мне очень сильно она нравилась и я даже и не смотрел на другие карты это было так и с турнирами я ее играл очень и очень много и очень в большом количестве о разных форматах так это было и в рандомных боях уже после когда у нас появился матчмейкинг здесь есть очень много всяких нюансов которые ну наверное простому игроку особо сильно может даже и не интересно но с точки зрения того игрока который уже играет турниры то эти нюансы конечно же нужно знать нужно знать какую лучше позицию на карте выбирать на базах да ну и как здесь можно разыгрывать ну тадемки конечно ничего особо сложного нету можно играть агрессивно тем более на таких званиях но если например я был бы за другую базу это были бы основы то я думаю что я бы придерживался исключительно одной позиции на карте и отыгрывал только ну так аккуратненько только в плюс только в плюс так у нас уже 14 киллов очень хороший старт извиняюсь конечно за свой супер кашель но без него пока что до сих пор никуда периодически он будет появляться так ну и мне надо примерно примерно за такую катку дать но наверное килов 60 если 60 кудаю то я все заданки выполняю досрочки я думаю что здесь не будет есть конечно минимальный шанс на нее но я думаю что вряд вряд ли что-то у нас здесь будет поэтому стараемся ребяточки стараемся вкидывать по красоте урончик здесь еще какой-то молодой открывается попробуем сейчас накинуть есть еще накидку здесь вообще можно встать по идее сюда за г-образный дом и начинать в спину накидывать мне кажется что они особо открываться под мою позицию не будут и тогда стараться здесь жить на вот здесь как-нибудь встать видите тип тоже разворачивается думала не будет немножко немножко примитивнее играть будет вот как этот например прайкер просто на мост кушать и все здесь кто-то еще даже оборачивается старается слить интересные игроки на таких званиях я думал что так уж они катать не будут так у нас золотой ящик золотой ящик хп конечно у меня очень много еще бы я видел где . голда вообще великолепно я . голда не вижу он еще метеоритом будет падать где голд голд ты где а не а уже сегодня не метеоритом падает понял или это а мне даже сброшенный уже сегодня голда не метеоритом значит падает я понял хорошо раздаем овердрайв на всю тему на все село так ну и стараемся стараемся поменять немножко фланг давайте сыграем вот здесь вот попробуем покидать 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 вот хорошо еще на бабочки вот этого молодого унести будет супер как-то я с одной стороны думал что здесь вообще будет очень просто ну и как бы здесь не так тяжело на другой стороны чтобы удержаться например на респе уражеском надо еще немножко постараться ну может даже мне не будет вообще никакого сопротивления типа будет просто пушить вперед 27 килов как искал мне надо где-то около 60 здесь дать чтобы на верочку выполнить все заданки поэтому нужно еще еще побить 28 половиночку еще половиночку и будет великолепно великолепнее шек шепшет шепшет будет так давайте вот этого забираем и еще вот этого хорошо здесь hunter отлично открывается снизу и вообще позиции для старика очень и очень удобны и мы их можем закрывать Так, отлично, раздаём овердрайв на тиммейта, ну и стараемся ещё чуть-чуть подкидать урончику, хорошо, добавочка залетает, так, и если здесь кто-то есть, хорошо, давайте я попробую всё равно заехать туда вправо, мне кажется, что там справа было лучше. Слушай, я сначала справа приехал налево, но по итогу оказалось, что я был, наверное, неправ, потому что здесь всё-таки можно дать чуть-чуть побольше киллов, здесь респов получается больше с этой стороны, но тиммейтов тоже больше, конечно, давайте здесь где-нибудь встанем, такая уже наглая игра от нашей команды, уже все стоят на вражеском респе, противник ничего сделать не может, главное, чтобы они не вышли, хотя с одной стороны могут и выйти, тогда я точно заработаю свои кристаллы, с другой стороны, я не дам то количество киллов, которое мне оптимально нужно здесь, чтобы получить свои 2000, тоже палка такая в двух концах, поэтому стараемся килять, 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 килять и ещё раз килять, у нас, кстати, в предыдущей серии получилась такая очень крутая катка, такая, она и вам зашла, и мне понравилась, на осаде была такая жёстко-потная рубка, но не так часто такие бои у нас вообще встречаются, если было бы побольше, конечно, таких боёв в матчмейкинге, то эмоции такие видосы бы тоже передавали значительно большее количество, так, 40 киллов, ещё 20, всего лишь 20, всего лишь 20, видите, а кто-то, наверное, думал, когда я сказал 60 киллов, что я тут за такую катку не смогу столько, например, набить, да, я тоже, если честно, особо сначала думал, что это будет тяжко, ну, нет, уже 42, супер, супер, то есть можно ещё на подсосе ещё немножко сыграть, позабирать у тиммейтов киллы, ну, это чисто дефолтный, знаете, геймплей, дефолтный геймплей, так, есть, мамонт, хорошо, добавки ему даём, и ещё здесь можно докидывать, оп, хорошо, и ещё давайте сюда, сюда, так, пробуем сейчас раздать овердрайв, тиммейт сразу, видите, как подъезжает, а, кстати, оверы есть ещё, которые снизу падают, ну, ладно, мы и так очень агрессивно играем на вражеском респе, я думаю, что нам эти овердрайвы, которые снизу падают, особо уже и не нужны, так, голд падает на вражеском базе, сейчас попробуем его забрать, у нас отличный корпус для этого есть, контейнер летит, офигеть, кахтейнер, ребяточки, кахтейнер, у мамонта есть овер, очень плохо, очень плохо, мне надо его респить, надо респить, надо респить, а мамонта, а мамонта можно было и не респить, потому что мамонт глупый, видите, я думал, что он поедет, заберёт мой контейнер, боялся его, а мамонт просто стоял АФК, мог спокойно ехать под голд, и, вернее, под контейнер, и забирать его, ну, вот так вот бывает, так вот бывает, когда попадаются не совсем умные противники, а ты ждёшь от них большего, ты ждёшь от него то, что он сейчас поедет, и законтрит тебя, да, а он стоит просто, ну, ему пофиг, он стоит чилит, просто, я чилю, я чилю, 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 и всё, у него фул чил, так, ладно, давайте накидочку хорошую организовываем, такую, конкретную, конкретную, хорошую, сюда ещё, у нас уже 60 килов есть, я свою программу минимум уже выполнил, но нам осталось 40 килов до конца, соответственно, мы можем здесь всё это дело добить, всё можем добить, добить ещё 35-ку, и тогда будет всё вообще супер круто, так, ещё, блин, нет, ещё я сказал, ещё, конечно же, в урончику добавлять, так, по хоре смоке, по хоре смоке, по страйкеру, давай, 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 сюда, ещё по смоке, смоке вообще такая, на хорёчке, это и изи фражечная, просто изи фражечная, её можно всегда респить с кайфом, и это будет работать великолепно, так, ещё добавки, ещё добавки, на откатики сюда сыграем, ага, и попробуем сейчас, попробуем сейчас овердрайвы кому-нибудь раздать, верно, его раздать, а тиммейты никакие не едут, а хп у меня 0, он подъезжает, хоть один, хоть один, мой дружочек подъезжает, 88 у нас уже на команду, 90 килов, но я уверен, что мне хватает, я уверен, вот я не знаю, вы уверены, я уверен, что хватает, если мне просто за такую катку дают меньше, чем 2000 кристаллов, тогда я даже не знаю, сколько мне надо за бой набивать, чтобы столько получать, я считаю, что это очень большое количество, которое сумел ей здесь дать, 70 килов, 70, 70 килов, очень хорошо, шикарный бой, звания, конечно, не такие большие, я всё равно на двоечку свою надеюсь, двоечка здесь моя прилетает, и у нас всё супер, офигеть, двойка не прилетает, я даю за бой 70 килов, и мне прилетает за катку 1800 кри, серьёзно? Are you serious, man? Я в шоке, я просто в шоке, так, ну ладно, окей, хорошо, заскамили, ладно, заскамили меня, окей, допустим, заскамили, пикаем регби, надеемся на маленькую карту, и на то, что мы быстро сейчас выполним, потому что у меня 200 кристаллов, но это очень просто смешные цифры, смешные цифры, но зато мы зафармим на целых, может быть, 3 звезды больше, чуть-чуть больше фарманём, чуть подольше покатаем, кто-то очень любит, когда мы долго катаем. Бэ, ну я уж точно не на эту карту надеялся, звания, конечно, такие себе, я надеялся не на эту карту, это моя самая нелюбимая карта вообще в принципе, наверное, в матчмейкинге, и кидает мне именно её, ещё и в регби. Если сейчас у меня быстро первая доставка не получается, то это 100% фулл бой, фулл бой, вот на фулл время бой, сразу, я вам могу сказать. Здесь вот если сразу не получается доставка, это всё, можно уже либо ливать, либо знать, что ты здесь особо ничего не сделаешь, ну ладно. Наплакал на одну доставку, ну хорошо, на одну доставку наплакал, ещё вот здесь мяч появился, вообще было бы супер, ну ладно, подмечка другой половине карты, нитра почему-то не прожимается, что за прикол? Алло, жму на декру, говорится, лучшая игра, никаких проблем нет, всё работает великолепно. Как хопер на подборе, давай, хайперочек, шесть мячей, по-быстрому, раз-раз, и доставим. Давай, друг мой хороший, я верю, что у тебя всё получится. Нитра мой сейчас прожмётся? О, сейчас прожмётся, я уже думаю, ещё раз тоже не прожмётся. В этом лоландропа аптечка могла очередь вверх сыграть. Опа, хопер, полёт феникса оформляет, и доставочку даёт, да, контенту даёт доставочку, прожимаем овердрайв на тиммейта, добавляем ещё там урончика, ну, чтоб так, чтоб жизнь малиной не казалась ребятам. Тут какие-то лаги, вторая доставка есть. Давай сразу третью сходу, я думаю, что сейчас сразу третью, за третью можно, и четвёртую, и всё, и всё, и всё, по-быстрому сейчас мы всё дело оформим. Если наши тиммейты, конечно, не будут ошибаться. О, у нас играет чёл на уранчике, и есть самокасов с опушкой. Всё ясно. Всё ясно, всё ясно. Так, доставка будет? Доставочки нет пока что, да? Отвозит противничка, да? Старается, старается, молодые, молодые, стараются. Ну, сейчас главное успеть быстрее доставить, чем они отреспятся. Так, этого мы обманочку делаем, лёгенькую. Отличку прожимаем, и хорошо, еле-еле. Еле-еле на тоненького, но доставочку оформляем. Так, 3-0, 3-0, есть овердрайв у меня, есть овердрайв ещё один, который падает сверху. Поэтому ещё у меня есть тактика забрать овер. Другая тактика забить на него. Ладно, пофиг. Забью и на овер. Надо лучше мяч доставлять. Доставка нам важнее. Сейчас. Так, тимейту раздаём сразу овердрайв, процент хороший. И вылетаем в доставочку. Что у нас здесь по противнику? Эй, его здесь нету, я понял, они там все по правому флангу пушат. Они думали, что там на мамонте мяч. А я быстро с мячом уехал. Они даже и не заметили. Это очень хорошо. Очень-очень хорошо. Так. Почка мяча здесь есть? А почему она тут вообще имеется? Ну, как-то, ну, не параллельно, да. Вот видите, там все мячи получаются на одной линии. И здесь один мяч перед мостом. Как-то очень странно. Очень странная зона. Так, ну, нам надо ставить. Диктатор мне бы овер раздал. Но не было бы этому игроку. Он, конечно же, мне ничего не раздаёт. Так, там очень большое количество противников стоит. Мне надо их как-то обмануть. Где-то гол сейчас будет падать. Мы их этим голдом обманем. И все за голдом поедут. О, не-не-не, это очень больно. Очень больно сейчас будет. Не, это без шансов. Я её попробую, конечно, соло на себя. Не, ну, это без шансов. Это без шансовик. Без шансовик. 500 очков я уже дал. И 4-0 мы ведём. У меня три доставки. Казалось бы, всего лишь три доставки. Но как мне их сделать? Большой вопрос. Это очень большой вопрос. Как мне сделать эти доставки? Ой, чуть минус не упал. Прыгает на меня боец. Летит на гусях. Хорошо. Едем. Едем, 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 едем. Едем, 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 едем. Едем, 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 едем. И меня сливают, конечно же. Как нам доставить быстро три мяча? Чтоб не играть в фулл бой. Вопрос хороший. Да. Кто бы мне дал ответ на него? Ну, кажется, всё просто. Кажется, всё просто. Мне просто надо взять и доставить. Но как? Как доставить? Когда моя команда особо не хочет ехать на доставку. По ощущениям, моя команда хочет ещё поиграть. И очень непонятно... Ой. Очень непонятно... Мне одно. Это то, что противников команды активизируются всегда. Ну, вот всегда в таких боях она активизируется намного сильнее. В тот момент, когда у неё шансов на победу... Ну, уже... Ну, процентов ноль, наверное. Ну, ноль. Ну, ладно. Один дал. Один дам, и то. Так, чисто. По приколу. Потому что здесь нет шансов на победу у противника. Просто нет. Как бы они-то не хотели выиграть, эта катка не проигрывается. Просто не проигрывается. Но они будут сейчас до конца боя. Ещё 9 минут. Сидеть, потеть. А мне надо всего лишь, знаете, сколько кристаллов? Правильно. 200. А знаете, сколько я с этой катки получу? Если в фулл бой сыграю. Возможно, больше двух тысяч. Но я, наверное, её не сыграю в фулл, потому что мы уже ведём 5-0. А 5-0 это очень хорошо. Я бы даже сказал, не то, что хорошо. Великолепно. Великолепно. Можно даже попробовать сейчас чуть респик поконтролить. Хотя тут кого контролить? В ФК стоят. У вас пики какие-то. Здесь какой-то ещё типочек. Можно чисто забайтить на овер, заагрить? Заагрится он, интересно, или нет? Я не агрится. Типа, не знаю, зачем он на Викинге сейвит так долго овер. Наверное, на мяч. Но мяч доставили перед ним. Поэтому не совсем понятен мне его сейв. Его сейв мяча мне не совсем понятен. Так, 90%. Так, давайте. Сейчас попробуем. Попробуем доставить шестой. Овердрайв сейвлю до конца. Ну, я понял. Ну, и зачем ты мяч брал? Друг мой хороший. Ну, давайте просто поеду за ним. У меня овер есть. Сыграем. По-грамотному. Сыграем по-грамотному. Ворвёмся. Сейчас можно было... На. Заметил, что за этим мейт. Может, сам... Сами сейчас доставят. Может быть, шанс есть. Или нет. Там есть мамонт какой-то у нас суетной. Который на газовочку там тоже хорошую контентовую даёт. Прожимает овер. Но его быстро хавают. Ой, его, кстати, хавает тот, походу, Вика Гром, который овер прожимал. Здесь Воспы уже овер. Прожмут всё, что видят. Ой, чел, чел, куда? Куда ты лезешь в киллзону? Давай, Васпик. Давай, я верю в тебя, братик. Давай, давай, давай. Давай с контентом. Хорош. Красавчик. Лучший просто. Мне даже не жалко раздать чисто овердайв, чтобы доставочку главное оформить. Здесь главное сыграть на команду, когда мне надо 200 кристаллов за бой. Тут, в принципе, не особо не имеет значения, как я буду раздавать этот овер. Главное, чтобы доставка была. Так, ну и всё. Ластовый, ластовый мячик. Ластовый мяч, который мы будем вести 6 минут. Потому что противник команды сейчас активизируется на максимум. Всё-таки они проигрывают 6-0. Надо активизироваться на максимум. А ты летишь 6-0, это, ну, как будто у тебя ничейный результат, либо ты выигрываешь со стороны оппонента. Ну, тоже 6-0, типа. Ещё все шансы есть у них на победочку, правильно? Сейчас Хантер ещё меня застопит. Харёк! И он не доставил. Он залагал, вроде, у него меч не подбирался. Ну, ладно, там другой тип доставит. Есть! Победочка. И сколько мне дадут? 1200. Ну, ладно. Я думаю, 2 косаря. А, кстати, если бы 6 минут сыграл, ну, наверное, мне-то так же самым примерно бы дали бы. Мне бы, наверное, дали бы примерно такие же цифры, как мне дали. За ТДМку. Только ТДМка была с досрочкой. Если бы ТДМка была без досрочки, то, может быть, чё-то-чё-то залетело. Забираем все заданочки. Забираем бабосы. Вот так вот. 2 левела челленджа ещё проходим. У меня ещё, друзья, здесь одна заданочка интересная есть. Которую, к слову, мне надо выполнить за сегодняшний день. Поэтому я думаю, что мы вечерочком ещё на стриме здесь, на этом аккаунте, сегодня поиграем. Мне надо выиграть 8 боёв. Завершить, вернее. Не выиграть, а завершить. 8 боёв. Поэтому мне как-то эту заданку надо ещё выполнить. У меня, друзья, на этом всё. Всем, кому нравится эта рубрика, обязательно не забывайте поддерживать видос лайком. Ваша активность, быстрее выйдет видос. Ну и не забываем то, что каждые 10 лайков, это открытие одного контейнера. У меня их на данный период времени 14 есть. Я думаю, что перед следующим открытием их будет намного больше. Поэтому не стесняйтесь, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Ну а с вами был Мистер Ваньков. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok